Приветствуем всех на канале Телемикс, это программа Есть Тодей. Отличного дня и хорошего настроения вам желает наш надежный друг и партнер группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта – продукты для всей семьи. Прошло немало, видишь, как нас много стало, но застолье главный царь – это Янта Провансаль. Янта есть вкусно. Этот день прекрасный сегодня, встречаем с вами мы, Ольга Романенко. И Алена Варфоломеева, здравствуйте еще раз. Давно-давно мы с тобой не вели, что очень радует. Наверняка вы заметили, что мы меняемся местами с ведущими, кто-то уже пары есть какие-то прям спетые такие, которые ведут. Нет, мы настолько любим друг друга, что мы ведем вместе, и вот так получилось, что сегодня у нас с тобой наконец-то совместный эфир, и я для тебя приготовила кое-что интересное. Так, давай, подарки я люблю. Да, ну как подарки, это будет иная интерпретация сосисок в тесте. Наверняка все их любят. Но сегодня нам понадобится слоеное тесто, также сосиски, шпажки и яйцо. Яйцо нам понадобится для кляра. Вот эта шпажка, она будет сегодня у нас таким, как стержнем в нашем сегодняшнем эфире. Шампуром. Да, это будет такой необычный шашлычок, который будет действительно на нем и сосиска, и тесто. Потом это все обваляем в яйце, затем в кляре или в панировочных сухарях и отправим в духовку. Мы не будем их обжаривать, а будем их доготавливать в духовке. Так, подожди, это просто обычная сосиска в тесте, но на шпажке? Ну, не совсем сосиска в тесте, я бы назвала сосиска между тестом или тесто между сосиской. Так, интересно. Я покажу тебе в течение эфира, как это делается, да, потому что любим что-то необычное и что-то очень легкое. Время приготовления буквально 15 минут, духовка 180 градусов, и все готово на скорую руку. Да, тут главное, чтобы тесто у нас подрумянилось, да, сосиски в принципе готовы. Именно так. Поэтому сейчас мы с тобой посмотрим блок новостей, затем вернемся к нам в студию, уже мне прям не терпится рассказать вам, что же мы будем делать дальше. Ну что же, мы вернулись к нам в студию, это значит, что сейчас я раскрываю все секреты. Знаешь, чувствую себя прям таким поваром, действительно, который пронизывает. Вот сейчас тоже для меня будет такой рецептурная новинка. Как сказано в рецепте, что нужно разрезать сосиску по спирали. Попробуем сейчас это сделать. Почему на шпажках? Потому что если это делать без нее, без спирали, да, то можно сосиску напополам разрезать, в принципе. Да, и поэтому вот сейчас нужно как-то приноровиться, пока вкрив в кось, первая сосиска будет комом у нас. Так, ну хорошо, давай пока нарезай сосиски, потом покажем нашим телезрителям, как это тебе удалось, насколько хорошо или насколько плохо. Я пока расскажу тебе интересную новость. Синтетическое мясо поступит в продажу уже совсем скоро. Это которое соевое было у нас? Нет, не которое соевое. Другое, да? Хотя, в принципе, можно это назвать искусственным мясом, да, и соевое мясо, и сосиски те же. Я не думаю, что там присутствует натуральное мясо. Но именно подробно я тебе расскажу про вот это мясо. Если раньше ученые, писатели и кинематографисты могли только предполагать, как будет выглядеть в будущем еда, да, то теперь мы можем стать свидетелями этого, как еда будет выглядеть. Итак, будущее уже наступилось. Сингапур официально разрешил коммерческое распространение синтетического мяса в своих магазинах. Итак, компания Eat Just из США недавно получила одобрение от сингапурских властей на распространение своей продукции в стране. Возможно, это первый шаг на пути к пищевой революции, где для того, чтобы получить мясо, не нужно будет убивать животных. Изобретение такого волокна было очень похоже на создание любой ткани. Сначала создатели взяли стволовые клетки из мышцы животного, а затем переместили в специальную среду для искусственного размножения. Такая среда содержит в себе множество гормонов, которые способствуют образованию мышечного волокна. Создатели заявляют, что клетки для выращивания берутся у курицы при ее жизни путем биопсии, что для нее совершенно безболезненно. Далее взятый материал помещают в специальный биореактор, где клетка комбинируется с растительными компонентами. Если вы задавались вопросом, какое будет еда в будущем, то вот наглядный пример. Итак, распространение. Когда же оно уже будет? На сегодня уже существует договор между американской компанией и сингапурским рестораном, где будут подавать блюда из искусственно выращенной курятины. Постепенно фирма планирует расширяться, заключая сделки с другими торговыми точками. Один из самых больших вопросов сейчас состоит в цене продукта, который значительно превышает стоимость обычной курятины. Создатели утверждают, что со временем производство выйдет на более масштабный уровень, и тогда затраты будут гораздо ниже. Вот так. Ты как считаешь, эта новость замечательной или все-таки не очень? Я скептически к этому отношусь. Я люблю соевое мясо. Если мне хочется чего-то необычного, но по текстуре напоминающее мясо, то в принципе я согласна. И вот ты говоришь, что сосиски, там неизвестно, настоящее мясо есть или нет. Сейчас это все под строгим контролем. Главное, чтобы это был известный производитель. И я думаю, что все-таки, если это вкусно, вот как говорят коты, если не едят или едят, значит это полезно. Моя кошка ест сосиски, поэтому я ей доверяю. Особенно вот эти, которые мы сегодня использовали. Ну знаешь ли, коты и корм кошачий едят, но я бы не стала его есть. Поэтому тут, видишь, на вкус и цвет товарища нет, кому-то нравится, кому-то нет. А сосиски я все равно не верю, что они из настоящего мяса, но твои, именно твои я попробую. Вот так люблю, когда мнения расходятся, поэтому люблю, когда у нас есть в программе опросы, когда мы выходим к нашим жителям и узнаем мнение их. Вот, сейчас следующий опрос, давайте посмотрим. Ну, наверное, путешествие. А куда? Ну, в южные страны. Я даже не знаю, мне в детстве велосипед подарили, я была очень рада. Вот. Ну а так? А, мне на днях вот подруга подарила набор косметики. Вот, ну запоминается тоже. Он какой-то необычный, чем-то отличается, или он большой, особенно как-то? Ну да, там он на профессиональный набор, вот. Хотя я не особенно такими пользуюсь штуками, поэтому это было забавно. Ну если вообще-то, наверное, путевка куда-нибудь. А конкретно какие-то места были, и вы прям съездили в конкретное место? Ну да, путевка в Таиланд была зимой, на день рождения. Ну, с подарком, наверное, то, что на день рождения как-то электрогитару подсунули, потому что, ну, я очень сильно начал увлекаться музыкой. Не будем говорить про будущее, что потом я все это дело забросил. Но сама атмосфера, что сидели в таком семейном кругу и принесли такую огромную коробку запечатанную, это, конечно, прям, наверное, эмоции на всю жизнь. Наверное, даже велосипед. Да. Это сколько вам лет было? О, лет где-то 14-15. Это был первый велосипед? Да. А кататься вы умели? Нет. Научились потом? Ну, скажем так, лет 5-6 не умел. Учили, блин, как не знаю кто, блин. Только подарили велосипед. Все, поехал. Берц армейский. Почему? Слышно, нормально? Новый год был. Прекрасный подарок от родственников. Они именно зимние были? Нет, обычные армейские берцы. А, стандартные. Да. Вы в них ходили на работу? Нет. Не было. 12. Но мне как раз размеры было очень. Я такой человек, для которого семья имеет огромное значение. Поэтому пополнение моей семьи в виде младшего брата было очень здорово. В общем, да. С каждым разом все получается лучше и лучше. Если посмотреть на, например, первую, да, сосиску, то вторая получается гораздо симпатичней. Ну, да. Прям такая уже по спирали. Ну, первая сосиска комом. Первая комом. Действительно. Мы оставляем. Сама ее и съешь. Я уже прям вхожу в азарт. Мне нравится это вот прям занятие, знаешь. Все действия. Да. И по итогу какие они, интересно, получатся. Потом слоеное тесто просто разыряем на полосочки. На вот такие тоненькие. И просовываем между сосиской. Потом это все в кляре в яйце, в панировочных сухарях и в духовку. Ну, отлично. Все просто. Пока ты все тем же делом занимаешься, я тебе расскажу одну интересную новость. Вот знаешь вообще, что такое северное сияние? Может, видела когда-нибудь? Я не видела северное сияние. Только, наверное, по видео или даже в мультиках. А может, знаешь, как оно возникает? Нет. Не особо, да? Нет. А я тоже не знаю. Ну, давай расскажу. Возникновение этого необычного явления, как, впрочем, и множество других природных или сделанных людьми вещей, связано с физическими процессами. Дело в том, что солнечный ветер, блуждающий не только по космическому пространству, но и по Земле, все взаимодействуют с нашей главной защитой, магнитным полем планеты. И отображаются тем самым сиянием, которым можно увидеть человеческим глазом в небе. Так интересно, да? Солнечный ветер. Итак, загадка северного сияния. Японские исследователи обнаружили, что пульсирующее сияние происходит немного иначе, чем обычное. Ты еще видишь, еще и разные бывают сияния. Северное сияние. Да, создают его и придают ему эту яркую особенность, делающие и без того красивое явление, еще прекрасные высокоэнергетические электроны. На первый взгляд, ничего страшного в этом нет. Кажется, ну, красота такая, да, что-то такого. Красиво, да. Перед нами все еще типичный физический процесс. Если бы не одно, но вот эти самые электроны, их называют убийцами. И благодаря своей мощной энергии они способны ломать спутники, работающие на орбите Земли, и разрушать и без того сильно истончившийся за последние годы озоновый слой планеты. Правда, пока теория сработала в рамках компьютерной модели, которая и продемонстрировала всю опасность вот этого самого пульсирующего северного сияния, теперь ученые хотят провести эксперимент, чтобы доказать основательность своей идеи. Для этого они собираются запустить ракету во время сияния. На ней будет установлен специальный датчик, считывающий замеры. Что это для нас значит, да? Нет ничего удивительного в том, что подобная догадка подтвердится, ведь для Земли свойственны разные явления. Даже если эти электроны разрушают озоновый слой, есть все основания полагать, что данная система стабильна, и периоды между происходящими сияниями позволяют ей в достаточной степени восстановиться, иначе эти местности выглядели бы совсем иначе. Природа как будто бы противится всяким нашим техническим прорывам, уничтожать, может, и спутники, и что-то еще, какие-то датчики, даже как у нас может быть какой-то электрический скачок, да? Вот деревья, порыв ветра, все, мы сидим как раньше. Мы сидим без света. Без света. И не знаем, что делать без света, без воды. Да, казалось бы, жизнь останавливается. Да, 21 век, вот. Ну что, зато Алена не останавливается и делает прекрасные сосиски. И мне сейчас очень хочется посмотреть все-таки, как это будет. Ну что, примерно так выглядел этот процесс, сейчас мы... Ой, слушай, это классно, мне кажется, как будто в последний раз я на трудах в школе делала какой-то серпантин новогодний. Тебе не кажется, что тесто толстовато? Нет. Нормально? Да, но потом в духовочке еще немножко припустится, и будет прям пышненькое. Но мне нужно еще немножко приноровиться, поэтому давай посмотрим погоду. Давай. А на улице холодает на самом-то деле, и хочется красоты и северного сияния. Прогноз погоды 16 декабря. В студии Анна Матвияс. Здравствуйте. В Владивостоке в среду ясно, без осадков. Температура воздуха минус 8. Атмосферное давление повышенное. Влажность комфортная. Ветер северо-западный умеренный. В Мусорийске 16 декабря ясная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха минус 11. Атмосферное давление повышенное. Влажность комфортная. Ветер северо-западный умеренный до сильного. О погоде все. До встречи. Доступное жилье для молодых сделали в Кировской области Но на самом деле это шутка Хижину Шрека построили в Кировской области Я когда нахожу какие-то необычные строения Мне хочется жить в этих домах Необычные какие-то квартиры или частные дома Вот что-нибудь классное и прикольное В одном саду с ней расположен дом хоббитов Классно? Ну, интересно В дендрологическом парке Советска Это Кировская область Появился дом Шрека Автор проекта, мастер производственного обучения Судоводского лесхозтехникума Андрей Вдовенко На возведение дома для Огра У него и команды из 17 студентов ушло полтора года То есть они к этому шли целенаправленно В 2018 году Вдовенко вместе со студентами Построил в парке дом хоббитов и саги Джона Толкина Как он сам говорит Когда в 2018 году мы достроили дом хоббитов Решили, что нужно сделать что-то еще Ну а что еще, если не хижину Шрека, да? Действительно Однажды я зашел домой, включил телевизор А там шел фильм Шрек Идея моментально созрела Хотя я понимал, что построить такой дом будет очень сложно Это когда мы ищем какие-то идеи Что-нибудь нашли И сразу у нас так щелчок И хотим это делать Дом строили полтора года Из подручных материалов Он уже открыт для посещения И будем проводить экскурсии Как и в дом хоббитов Внутреннюю отделку дома Шрека Вдовенко делал сам Он также добавил, что в открывшемся доме Было бы здорово проводить квесты И прийти на экскурсию в дом Шрека и дом хоббитов можно в будние дни По-моему, я знаю, куда я полечу на эти зимние каникулы Жаль, что не жить, а только экскурсии проводят, да? Только какие-то экскурсии Но жить на самом деле Ну, наверное Наверное, классно в первые дни Когда ты просто такой весь Ааа, классно Пофотографировался, что-то еще сделала А если там нет каких-то удобств Интернета Нет, в принципе, интернет Да Это, знаешь, есть такая история Один знакомый В водонапорной башне, которые стоят Такие, знаешь, кирпичные, высокие У него прям была идея сделать себе из этой башни дом Они, как часто бывают, заброшены какие-то еще И он прям хотел жить в этом доме Но у моего знакомого не получилась эта идея А я знаю, что действительно восстанавливают дома Делают там какие-нибудь кафе Либо эти башни выкупают, либо их арендуют Как-то, в общем, это все воплощение в жизни Мы как привыкли Шаблоны, какие-то рамки Если это дом, то это дом Квартира, это квартира Ну, кстати, про квартиру У меня тоже есть очень интересная новость Квартира в Эйфелевой башне Но про эту новость я расскажу после рекламы Программа Есть Тудэй на канале Телемикс Здравствуйте, дорогие телезрители Хорошего дня и отличного настроения Вместе с нами вам желает наш надежный друг и партнер Группа предприятий Янта Новогодний стол богат Рыбка есть и сервелат Тут и мясо по-французски И, конечно же, салат А скажи-ка мне, хозяйка Только честно, без утайки В чем секрет любимых блюд Что твои мужчины ждут? Помнишь, Дедушка Мороз Что однажды ты принес Молодой семье под елку? С той поры прошло уж сколько С той поры прошло немало Видишь, как нас много стало Но за столье главный царь Это Янта Провансаль Янта есть вкусно Мы приветствуем всех, кто только что к нам присоединился Сегодня в студии Ольга Романенко И Алена Варфоломеева Ален, расскажи, что мы сегодня готовим Мы сегодня готовим вот такие штучки Мне прям нравятся Они как новогодние вот эти палочки, знаешь, лакричные есть Белые с такими красными Да, еще не хватает завитушки Да-да-да И можно будет вешать на елочку Это оно самое Но так как у нас лакрицы в принципе нет То мы сегодня делаем из подручных средств Это сосиски и бездоржевое слоеное тесто Так, ну сосиски ты нарезала как смогла По спиральке Ну ты знаешь, для первого раза очень даже хорошо Если бы я запускала производство То у меня было бы вообще все прекрасно Вообще было бы замечательно А если еще тоньше делать вот эти вот Ну еще чаще прорезать Прорезать Пойдет так делать? Или все-таки нужно, чтобы большие расстояния были? Знаешь, оно зависит все от вашей фантазии И в принципе от ваших способностей Если руки растут с того места То со временем, ну вот, эволюция сосиски, например, да? Но тесто лучше брать бездоржевое Бездоржевое А то представь, какие там потом размахи будут Да Итак, я обещала после рекламы Рассказать про квартиру, которая находится в Эйфелевой башне Казалось бы, где-то может вообще быть квартира, да? Это же башня, она же, можно сказать, прозрачная А нет, оказывается, там была тайная квартира Эйфеля То есть того самого инженера, который и придумал эту башню Итак, Эйфелева башня считается одним из самых известных сооружений на планете Туристы со всей планеты ежегодно съезжаются в Париж, чтобы увидеть это чудо архитектуры Но мало кто знает, какую тайну хранила долгие годы знаменитая башня Оказывается, внутри башни, в верхней ее части, была оборудована квартира самого архитектора Гюстава Эйфеля О том, что в башне есть жилое помещение, долгое время никому не рассказывалось Объяснять это очень просто Люди бы обязательно позавидовали бы и осудили тот факт, что настолько престижное место жительства Досталось простому архитектору, а не какой-нибудь высокопоставленной персоне Президенту или депутату Ну, разгорелся бы крупный скандал, что естественно Кстати, когда о квартире узнала общественность Для путешественников, которые хотели бы одним глазком взглянуть на тайник в башне Вход в квартиру все равно был закрыт Жилище выглядело вполне привычно для помещения 19 века В такой обстановке жили многие состоятельные люди того времени Она была вполне уютной, на стенах обои постельных тонов Свободное пространство заполняло невычерная мебель На полу лежали ковры Также в квартире стоял красивый старинный рояль Имелось несколько комнат, одной из которых была небольшая спальня Известно, что Гюстав Эйфель был буквально влюблен в свой тайник Он часто проводил там время, а также устраивал встречи с самыми близкими товарищами Например, гостем Эйфеля был сам Томас Эдисон Тот самый изобретатель и предприниматель Что же сейчас с квартирой, да? Относительно недавно квартиру решили оборудовать как туристическое место Буквально по крупинкам воссоздали атмосферу, которая царила в квартире во времена жизни ее владельца Восковые фигуры создают эффект присутствия в 19 веке Я бы хотела там побывать А нет, нельзя Потому что, во-первых, пандемия, во-вторых, не разрешают туда заходить Все-таки такое, знаешь, место историческое И если туда будет сотни-сотни людей каждый день ходить, мне кажется, там все испортят Да, и ценность эту свою тоже потеряет Хотя есть в этом некая доля тайны Это когда чего-то очень хочешь, но это либо только в фильмах, либо где-то в каких-то сказаниях Так и остается, в принципе, и все Вот Да, так что, хоть и создали для туристов, но туристов туда не пускают Вот так уже, как, в принципе, бывает все в этом мире Все для вас, только не вам А пофотать и выставить в интернет, и посмотреть, все, и до свидания Да, и хорошо, если есть какие-нибудь документальные фильмы, тоже можно глянуть Кстати, о фильмах, да, Оль? Да, кстати, о фильмах Хорошо, фильмы, фильмы Давай посмотрим фильмы, которые основаны на реальных событиях Вот Уваживший учебу в 14 лет, обещает сделать то, что давно не удается команде профессионалов Оксфордского университета Составить первый полный словарь английского языка Уважаемые ученые склоняют голову перед талантом энтузиаста-самородка И доверяют ему монументальный проект Мюррей привлекает к работе добровольцев из народа, которые отправляют ему письма с цитатами и толкованиями слов Но его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников Доктор Уильям Майнер Побег из притории ЮАР 1970-е годы В стране установлен режим апартеида Господство белокожего меньшинства над темнокожим большинством населения Несмотря на численное превосходство, темнокожие граждане ЮАР лишены всех основных прав Они не могут голосовать, получать достойное медицинское обслуживание и образование Чтобы бороться с апартеидом, гражданские активисты создают Африканский национальный конгресс Лучшие друзья Тим Дженкин и Стивен Ли – белые участники АНК Попадаются на распространении агитационных листовок За принадлежность к запрещенной организации их отправляют в тюрьму притории на 12 и 8 лет Не желая отбывать наказание и считая себя политическими заключенными, Дженкин и Ли придумывают дерзкий план выхода на свободу Однажды в Стокгольме Эксцентричный американец в ковбойской шляпе с флагом Техаса на куртке и носящий длинные усы Врывается в крупнейший шведский банк с автоматом наперевес Грабитель называет себя тот, кто вне закона, и ему не так давно удалось сбежать из тюрьмы Теперь он хочет вытащить оттуда своего друга Гунара Соренсена, даже если ради этого потребуется поднять на ноги всю Швецию В числе его заложников оказывается скромная сотрудница банка, добропорядочная жена и молодая мама Бьянка Она с удивлением наблюдает за действиями ковбоя-преступника и вопреки всем обстоятельствам поддается его обаянию Наверняка каждый человек, который был на мысе Тобизина, видел лис И, ну, наверняка я тешу, конечно, себя, что я не единственный человек, который захотел забрать себе лисицу домой Меня отговорили, ну, в принципе, конечно, этого делать нельзя, но очень хочется Ну, дикую, конечно, нет, а если она уже много лет живет дома Питомники, да? Да, питомники ее выращивали, она детей своих рожает, можно сказать, при людях, да, и эти дети рожают То таких лис вполне можно заводить дома Ну вот, я нашла статью вместо собаки, почему лисы сами хотят стать домашними Оказывается, это взаимно Я хочу лисицу, и она хочет жить со мной Недавно британские ученые проанализировали строение черепа у рыжих лисиц И результат удивил многих Оказалось, что лисы практически сами стремятся стать домашними животными Так как их скелет формируется в зависимости от окружающей среды А это значит, что лисы могут приспосабливаться к городской жизни даже на анатомическом уровне Представь, они немного видоизменятся Но видно же диких лис и домашних, да? Ну, не знаю Ты видела? По характеру? Нет, просто по внешнему виду Конечно, я видела, они на поводочке такие гуляют, интересно Да, классные Вот проведенное исследование, выяснилось, что когда лисы попадают из естественной среды обитания в городские условия, то их черты начинают меняться К такому заключению пришел биолог Кевин Парсон, проведя собственное исследование Он детально изучил около полутора тысяч черепов различных лисиц, которые хранятся в Национальном музее Шотландии И эти ценные объекты были собраны в окрестностях Лондона и отправлены в музей Анализ был проведен на биологическим материалам как самцов, так и самок различных сред обитания И в результате наблюдения стало известно, что особенности строения черепа изменяются в связи с спецификой среды обитания Так, у лисиц, которых можно назвать городскими жителями, мозг формировался в меньшем объеме, чем у сельских сородичей Так как, в принципе, и мы, да, такие городские ребята Также у первых представителей морда оказалась более короткой и широкой В то время как у второй группы она была более вытянута, видать, чтобы норки там всякие, вынюхивать что-то И в итоге, что же это все-таки значит? И Парсон сделал вывод, что характерные черты формы черепа обусловлены различными способами выживания в той или иной среде Так, у городской лисицы форма головы была более предисположена для откусывания чего-либо А у сельских сестриц на вытянутой форме для развития большой скорости То есть она такая обтекаемая лисица И по мнению ученых, эти исследования, это исследование является ярким примером Как дикие животные становятся одомашними благодаря деятельности человека И в истории есть множество доказательств того, что лисы раньше жили рядом с людьми Вот я, наверное, из тех людей еще Но можно предположить, что они следуют по пути диких кошек, которые теперь стали популярными домашними питомцами И хотят вернуться тоже, как и кошки, но забытому образу жизни в качестве любимца И в Японии есть даже деревня, где лисицы, как в России Да, где лисиц, как в России, голубей просто полно на каждом шагу Вот, ты бы завела себе такого домашнего питомца? Знаешь, они как еноты, все равно такие Шкодливые? Шкодливые, да, не знаю, завела бы, не завела, но прикольно Да Прикольно, интересно, не знаю, ты бы завела Не могу ответить на этот вопрос Я бы завела себе и лисицу, и енота Мне кажется, мне не хватает, в принципе, головной боли в этой жизни Тогда бы тебе пришлось переехать куда-нибудь в деревню, ну или хотя бы в частный дом, потому что соседям бы в квартире точно мешали бы эти животные Да, ну было бы классно, вот видишь, наше мнение с тобой опять Опять расходятся? Расходятся, да, и поэтому знать, что сейчас у нас будет опрос, где мнения у наших жителей тоже совершенно разные Ну, наверное, путешествия А куда? Ну, в южные страны Я даже не знаю, мне в детстве велосипед подарили, я была очень рада Вот Ну, а так А, мне на днях подруга подарила набор косметики Вот, ну, запоминается тоже Он какой-то необычный, чем-то отличается ли он большой, особенно так Ну, да, там он на профессиональный набор, вот Хотя я не особенно такими пользуюсь штуками, поэтому это было забавно Ну, если вообще-то, наверное, путевка куда-нибудь А конкретно какие-то места были, и вы прям съездили в конкретное место Да, путевка в Таиланд была зимой, на день рождения Ну, с подарком, наверное, то, что на день рождения как-то электрогитару подсунули Потому что, ну, я очень сильно начал увлекаться музыкой Не будем говорить про будущее, что потом я все это дело забросил Но сама атмосфера, что сидели в таком семейном кругу И принесли такую огромную коробку запечатанную Ну, это, конечно, прям, наверное, эмоции на всю жизнь Наверное, даже велосипед Да Это сколько вам лет было? О, лет где-то 14-15 Это был первый велосипед? Да А кататься вы умели? Нет Научились потом? Ну, скажем так, лет 5-6 не умел Учили, блин, как-то не знаю кто, блин Только подарили велосипед Все, поехал Берд с армейским Почему, все что, нормально? Новый год был, прекрасный подарок от родственников Они именно зимние были? Где-то, обычные армейские бердцы А, стандартные Да Вы в них ходили на работу? Нет Не было, 12 Но мне как раз размеры было очень Я такой человек, для которого семья имеет огромное значение Поэтому пополнение моей семьи в виде младшего брата было очень здорово В общем, да Получается у нас сосиски очень-очень красивые, как будто они в снегу Новогоднее ли это блюдо? Да Но оно новогоднее и не совсем обычное Каким образом я сейчас делаю? Нам понадобятся плоские тарелки Конечно, это все у нас методом проб и ошибок все было Также шпажка прокручивается, поэтому можно помогать одной рукой Далее Вот так Оп Потихонечку Дальше В панировочные сухари Как будто в снегу Такое у нас джингл бэлс получается прям Оп Ну, красота, ну Ну, здорово, здорово Великолепно Все, еще у меня остается две красавицы Поместится Может, надо было выкладывать вот так? Ну, не знаю Как валетом называют Сейчас я буду делать всякие Методом проб и ошибок мы делаем, да В общем, давай, смазывай оставшиеся сосиски Хочу поделиться с тобой такой интересной новостью Чешский грибник нашел в лесу меч Да И теперь он где-то в гвардии какой-то, в гильдии, да? Ну, почти, не совсем так Роман Навак в северной Моравии Привычно, занимаясь тихой охотой, так называют это занятие Наткнулся на необычный предмет, дошедший до нас в идеальном состоянии Меч бронзового века, которому 3300 лет И он решил его отдать археологам, потому что действительно это очень важная находка И теперь это его грибное место около его дома станет местом раскопок Итак, мужчина вспоминает Это был лишь второй меч, обретенный в наших краях Нужно сказать, что в древние времена эта местность была малонаселена Поэтому открытие вызвало искреннее изумление исследователей Тогда меч был дорогостоящим удовольствием для европейцев Навыки изготовления предметов из железа еще только-только зарождались Для того, чтобы сделать предмет из железа, нужны были профессиональные кузнецы Которые умеют придать изделию нужный вид Изделие из бронзы создавали иначе Ее плавили и выливали в форму Примером как раз служит этот меч Итак, отличительная черта бронзового оружия Бронзовые мечи начали производить уже в 17 веке до нашей эры Их длина могла быть от 70 до 100 сантиметров Кто впервые придумал бронзовый меч, в точности историки не знают Известно, что египтяне в сражениях использовали каменное оружие А вавилоняне, например, применяли короткие кинжалы Ну и в общем, как ассирийцы и другие народности У всех были свои мечи Итак, во II веке до нашей эры бронзовые мечи распространились в Средней Азии, Индии и Китае Впрочем, вернемся к чешской находке Иржи добротность меча оценил как довольно низкую Рентгеновский анализ показал, что внутри множество небольших пузырей Это позволило ученым сделать вывод, что предмет имел скорее символическое предназначение Но никак не для военных целей То есть отбиваться, отражать удары им было просто нереально Итак, в Селесском музее подтвердили, что место обнаружения меча Представляет большой научный интерес И археологические находки могут преподнести немало неожиданностей Возможно, скоро ранее оцененное лишь грибниками место понравится и историкам Так классно что-то найти, если какой-то меч В детстве палку найдешь, какую-нибудь подходящую для отражения ударов Вообще просто изумительно А если что-то серьезное, находили же мы что-то Какие-то классные вещи Ну вот твоя находка самая такая удивительная, необычная Ты можешь вспомнить? Ой, это неизвестные с аккумуляторов, по-моему, вот эти железки Буква Е Буква Е или буква Ш Мы Е называли Потрясающе А если еще вот эта сеточка, из которой можно было потом свинец плавить То вообще просто Вот детские воспоминания такие Что-то прям конкретного Ну это где-то если рушили какой-то сарай То тоже мы играли в археологов, там раскопки какие-то Ой, классно Ну или сами были теми людьми, кто закапывал какие-то штуки Те же секретики, делали фантики А прикинь сейчас найти что-то Мы же так и не раскапывали их, не доставали Да, уже наверняка не найдешь этого К сожалению, этого уже не найдешь Это осталось только золотым воспоминанием В нашей голове Сегодня зато мы учимся делать совершенно иное И когда-нибудь мы с тобой этот момент будем тоже вспоминать Поэтому у меня сегодня получились вот такие сосиски Духовка разогрета Это значит, что я отправляю их до готовности, что называется Я думаю, что это 15-20 минут в духовку Ну а пока реклама на нашем канале Диснейленд придумал, как заставить посетителей носить маски Диснейленд Возможно, мы что-то у них возьмем на заметочку Маски на лицах отдыхающих появляются без их ведома Диснейленд во Флориде, США, начал пририсовывать защитные маски на фотографиях своих посетителей Пририсовывать Это пишет Fox News Ношение маски на территории парка Обязательное условие для посетителей с июля 2020 года Когда аттракционы вновь открылись Работники парка могут контролировать Ношение маски только на входе Как и везде в принципе И попросить посетителя надеть маску, когда он уже находится на аттракционе Невозможно Ну как ты это сделаешь, да? И понимая это, дирекция Диснейленда решила проучить тех отдыхающих, кто нарушает правила бунтари Система Фотопас снимает гостей во время посещения аттракционов Затем эти фотографии можно посмотреть в своем личном кабинете на сайте Диснейленда Ранее парк просто закрывал доступ к фото Тем посетителям, которые попадались в объектив камеры без маски Теперь при помощи фотошопа всем нерадимым гостям просто надевают маски на лица Ну как надевают, просто их пририсовывают И вот одно из таких фото Диснейленд опубликовал на своей официальной странице в Фейсбуке Маску на нем нарисовали женщины, которая каталась на аттракционе Мир динозавров и сам парк развлечений эту ситуацию никак не комментирует Просто, да, такая вот маска на лице у женщины, ничем не отличающаяся в принципе Заставляют ли они так носить в принципе маску? Ну, да не знаю, нет, наверное Возможно, даже как-то они больше обезопасили себя Для себя, да, чтобы не платить штрафы Поэтому даже люди не могут подать на них всю Ага, мне кажется, сейчас я поняла в принципе этот процесс В чем смысл этого всего Если у людей срабатывает коллективное чувство Вот все в масках сидят, а это одна женщина, она без маски И возможно, ей было бы, ну не то, что стыдно В принципе, за себя неудобно, что все в масках Она в принципе так похабно к этому относится, что маску не надела А здесь ее сделали, что она в маске и в принципе стала тоже прилежным гражданином И вы представили, она такая, точно, вот теперь я буду маску надевать Возможно, это работает так Возможно, люди разные Даже не знаю, как это комментировать Но идея хорошая То есть действительно маски надел В любом случае они себя огородили И люди не могут подать на них в суд Потому что надо везде носить маски Надо нам с тобой так на эфире попробовать тоже сделать Прифотошопить маски? Да, просто сделать маски, как будто мы стоим, болтаем в масках В принципе, неудобно, но зато классно взять на заметку И запатентовать, чтобы у нас ту идею не перехватили В общем, эту мысль мы взяли в США Теперь посмотрим интересные новости, хорошие, которые в принципе есть во всем мире Люди не заморачиваются, хотят для себя найти что-то важное И что-то, что поднимает им настроение Поэтому мы этим настроением делимся сегодня с вами мы Сверкающие, изысканные или романтичные шляпки ирландского модельера Филиппа Трейси Способны вызывать самые разные впечатления Творения знаменитого дизайнера носят монархи и кинозвезды А сейчас его коллекцию можно снова увидеть в музее эр-арта в Санкт-Петербурге Первый раз шляпы Трейси выставляли здесь в 2015 Мы представляем 46 работ, его безусловных хитов Некоторые из них были представлены на той самой выставке пять лет назад Но есть совершенно новые работы, которые ещё не выставлялись ни в России И даже не побоюсь этого слова в рамках выставки и в мире Среди экспонатов – котелок, инкрустированный стразами Сваровские, шляпки, дополненные роскошными масками в пол лица и головной убор с парусником, который словно летит по волнам Это не шляпа, это предмет искусства, понимаете, это как картина, фотография красивая Это просто предмет красивого Понятно, что это мало кто отважится одеть куда бы то ни было, но это реально красиво Трейси обучался на дизайнера головных уборов в Лондонском королевском колледже искусства Сначала его творения прославились в британской столице, а потом начали завоёвывать мировой рынок моды Модельер делал шляпки для британских, датских и бельгийских монарших особ На свадьбе принца Уильяма в 2011 году в головных уборах ирландского дизайнера было 36 человек Трейси также создавал шляпы для модных домов Шанель, Живенши, Умбра и Валентина Творение модельера можно увидеть и в различных кинофильмах Выставка в Петербурге продлится до 21 марта Британские рестораны ищут способы выжить в период второго локдауна И одним из решений стали наборы «Сделай сам» Это лондонский ресторан со звездой Мишлен Его владелец и шеф-повар говорит, что принять решение продавать подобные наборы для него было непросто Очень тяжело передавать бразды правления гостям Представьте, что у вас есть ресторан, но вы передаёте его в управление кому-то другому Впрочем, другого выхода не было Заведение закрыто с марта, поскольку места здесь установлены вокруг кухонного стола И соблюсти социальную дистанцию невозможно Мы всё ещё шеф-повара и вкладываем силы в то, что готовим Мы всё ещё получаем удовольствие от процесса Мы используем лучшие ингредиенты Это те же ингредиенты и те же технологии, которые применяли в обычное время Но одновременно мы делаем составляющие более устойчивыми к транспортировке Раньше здесь на три месяца вперёд все места были забронированы Работало в заведении 20 человек Теперь осталось четыре работника, которые обеспечивают доставку примерно 80 наборов в неделю Стоит каждый от 200 до 340 долларов Включает еду для двоих человек и инструкцию по приготовлению Это ещё одно заведение в Лондоне, которое нашло спасение в наборах «Сделай сам» Здесь говорят, что несколько лет назад уже пытались применить подобную концепцию Но тогда она провалилась Мы пытались внедрить это в 2014 году И это был полнейший провал Люди не были к этому готовы Но на фоне пандемии, когда все сидят дома Внезапно всем захотелось пиццы И мы снова создали такой набор Теперь он пользуется огромным спросом Теперь пиццерия даже вызывает сотрудников, которые из-за пандемии лишились работы Сейчас мы прямо посреди второго карантина вызываем людей из вынужденного отпуска, чтобы восполнить спрос Я не хочу называть это волшебным методом, который решит все проблемы Время всё равно непростое Всё равно многие наши работники пока не у дел Многие получают сокращённую зарплату Но мы можем хотя бы попробовать И для компании это луч света Набор на две пиццы стоит 20 долларов Курьеры доставляют более тысячи таких наборов в день Благодаря этому на работу удалось вернуть 30 из 270 работников сети Экватор недели, среда Это значит, что ещё буквально два дня И все отправимся на заслуженные выходные А на выходные можно приготовить то, что сегодня готовила я Тебе как? Выглядит замечательно на вкус Сейчас будем пробовать Да, на вкус, все мы знаем сосиски в тесте А тут получается, что немного иная интерпретация Вот такая вот интересная подача Если просто сосиска в тесте стоит около 30-40 рублей То такую подачу, если здесь ещё сделают так вот кетчупом Обязательно на доске это нужно сделать То сразу в цене всё увеличивается И 350 рублей как минимум Мне сегодня нравятся рецепты И редко мы бываем довольны, когда вот точно получилось, да? Но сегодня прям... Ты довольна? Я очень довольна Первый раз получилось Да, первый раз и получается Так что рецепт будет в нашем сети Instagram Подписывайтесь, мы выкладываем туда какие-то интересные рецепты То, что не получается, всё равно выкладываем и пишем, что не получилось То есть всё, это не готовит Обычно мы так не пишем У нас всё всегда получается Всё всегда получается Ну а для вас сегодня старались Ольга Романенко Алена Варфоломеева До встречи на нашем канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова